Обычно приезжают на смену раньше, как минимум за полчаса. Поскольку смена Александра Акимова, это была смена очень тщательная, готовящаяся к каждому рабочему дню, то сам Александр приезжал чуть ли не за час. Дятлов с самого начала хотел другого. Потому что ему казалось, что у него будут сложности с объемом пара, который куда-то надо будет давать. Дятлову хотелось 200 мегаватт, и вот это его желание неоднократно озвучивалось. Он все время спорил относительно уровня мощности до эксперимента. Дятлов Анатолий Степанович своей волей нарушил требования все эти. Плюс пункт программы, четко определяющий минимальный уровень мощности, на котором эти испытания нужно было проводить. Поэтому я точно знаю, что смена в лице начальника смены блока Александра Акимова и Сеура сопротивлялась этому решению Дятлова. И он неоднократно настаивал на том, что это нужно выполнять на 200 мегаваттах. Этому есть свидетели. На вопрос судьи я ответил точно так же. Не рванул бы. Скажите, как часто летчиков заставляют летать, скажем, на Ил-76 на огромном, на высоте 50 метров над городом, среди высотных зданий? Не часто, а практически никогда. Точно так же никогда не проводили испытания на мощности 200 мегаватт. Это мощность, на которой реактор практически не контролируется. Когда мощность реактора упала до нуля, процессы отравления продуктами деления, ксеноном и йодом, пошли особенно интенсивно. Управлять им просто было невозможно. Вот, конечно же, он был обречен. То, что Топнов отказался выполнять работу по подъему мощности, это точно. Я уверен, что Александр Акимов добился письменного приказа Дятлова, но, конечно, наверное, это было в журнале в Черновом. Не зря там отсутствует страница. Он действительно действовал по правилам. Он действительно не совершил ни одного нарушения, которое бы можно было поставить ему в вино. И он написал об этом. Люба, его жена, мне эту записку передала, но у меня ее изъяли КГБшники. Это основной принципиальный вопрос. Дятлов своим решением, своим давлением вынудил смену произвести эти действия. Я привожу в своей книге воспоминания Ельшина, который присутствовал на блочной щите управления и который видел, как подъем мощности реактора после ее падения осуществлял. Когда мощность реактора поднялась до уровня 200 мегаватт, включили в работу автоматический регулятор малой мощности АРМ, к пульту опять встал Топтунов. Это был грамотный, нормальный Сеур, который хорошо себя показал в обычной стационарной работе. Но ситуация, в которую его поставили, в которую его загнали и попытались еще сделать за все ответственным, это совершенно неправильно. И он не мог физически с этой ситуацией справиться, потому что сами системы не обеспечивали нужной скорости реагирования. Когда его родители обратились на станцию с просьбой пересмотреть отношения к своему сыну, родителям ответили, что Да, ваш сын действительно героически, мужественно, умело, профессионально проявил себя после аварии. Но до аварии он допустил нарушение некоторых эксплуатационных инструкций, в связи с чем и не был представлен к правительственной награде. Кроме как издевательством назвать вот такое вот отношение к этим людям я не могу. Меня поражает не столько судьба Хадимчука, которого они нашли, которого трудно было найти, потому что его искали и не могли найти под теми завалами, которые образовались в этих помещениях. А судьба персонала ЧАЭС оболганного, замаранного. Еще раз скажу, что персонал смены вел себя героически, безусловно. Никто не убежал, никто не испугался свалившегося объема опаснейшей работы в опаснейших условиях. Все свою задачу выполнили. Могилы пожарных, украшены цветами, ухожены. Могилы персонала станции разбили все фотографии, все портреты. Только портрет и фотографии Леони Топтунова не тронули, потому что он там совсем молоденький мальчик. И вот отношение к могилам показывает в том числе и тот слепок в памяти, который пропагандистская машина оставила, обвинив персонал. Кто работал на реакторе? Персонал. Кто нажал кнопку АЗ-5, после которой взорвался реактор? Персонал. Формальная логика приводит к тому, чтобы сделать крайним персонал. И не дать ему возможности никакой, ни во время следствия, ни на суде, вспомнить и привести доказательства тех недоработок и тех огрехов в конструкции и в проекте, в том числе и физики реактора, которые были известны. Вот такой подход награждения непричастных и осуждения невиновных. Кое-какие выводы сделали в отношении руководителей среднего звена, но не тронули, не тронули директоров, не тронули Николая Антоновича, долежали, не тронули Александрова. Конечно, мне было бы приятнее говорить о тех решениях, которые со знаком плюс. Но, к сожалению, как и всякая масштабная авария, на любом производстве, как показывает опыт, начинается с неразберихи. И начинается со ступора в голове людей, ответственных за этот участок работы. Здесь сработал такой интересный принцип. Нас не поймут, что если мы ничего не будем делать. Вот мы подаем воду на реактор. Это для всех было какой-то формулой того, что ситуация контролируется. Это же не просто подача воды. Для того, чтобы ее подать из разных трубопроводов, из разных хранилищ, надо было посылать туда людей. Надо, чтобы они собирали схемы технологические подачи этой воды, открывали вентилятор. Это значит облучение этих людей. А вода разносит топливную составляющую по всем блокам. То есть глупость несусветная. Тем не менее, она осуществилась, пока вода не кончилась. Множество людей, которые ходили и видели, что вода даже не попадает туда, стекает. По металлоконструкциями вообще попадает на улицу. Главная ошибка это в том, что воды подавали слишком много. Не следовало это делать. Процесс расхолаживания ядерного топлива, 2 киси урана на воздухе, достаточно эффективный. Это означает, что если прошло 4 часа после взрыва или разрушения реактора, после вскрытия активной зоны, вода уже ничего не поможет. Ничему не поможет. Достаточно воздуха. Как только вода скапливалась в определенном месте, тут же происходил импульс мощности. Вода, естественно, испарялась. И критическая система разваливалась. Но импульс мощности был, и все это было видно в виде сполохов. В виде грохота ужасающего, в виде там какого-то фейерверка. Эта картина вот стоит перед моими глазами, потому что ничего подобного я никогда нигде не видел. Вертолет заходит над развалом энергоблока, бросает грузы, и из развалин появляется напоминающий тончайший шелковый платочек, вот такое вот облачко черного, черной какой-то пыли. Особого ветра не было, и вот оно так постепенно выпрямляется, расправляется, приобретает объем, несколько рассеивается и движется на Припять. Поэтому Припять и окружающие территории, особенно территория городского кладбища, а также территория за рекой, напротив станции, оказались загрязнены плутонием до тысячи километров. Он через паросбросные устройства попал в бассейн-барботер, взрыва, в котором очень боялись академики. Спокойно остыл в воде этого бассейна, не вызвав катастрофического парообразования. И вот такими вот соплевидными массами так и остался. После того, как воду слили из бассейна-барботеров, страхи науки не уменьшились. Тут уже вступил в игру президент Академии наук Александров. Он говорит, надо заполнить вот этот освободившийся объем бассейна-барботеров бетоном на магнезитовой основе. Он хорошо обладает хорошей теплопроводностью. Он воспрепятствует прохождению раскаленного кристалла. Они очень боялись, они даже посчитали, что он может уйти на глубину до трех километров. Даже такие расчеты были в уроке. У Велихов говорит, и этого будет недостаточно. Давайте мы под фундаментной плитой сделаем коллектор-теплообменник. Смонтируем. 30 на 30 метров выроем котлован. Там установим эти системы, и они будут охлаждать уже фундаментную плиту реактора. Если все это прожжется, в том числе и бассейн-барботеры с магнезитовым бетоном, и идет дальше, то там мы подстрахуемся вот этими вот сооружениями. И нагнали 150 шахтеров. Со стороны четвертого блока 500-700 ренген. Со стороны третьего блока за выступом 5 ренген час. Перед стенкой вырыли котлован. Из него начала прокладка узкоколейки, по которой курсировала вагонетка. Вагонетка внутрь лопатками забросали, выскочили. Значит, распаренные в рубашках в одних шахтеры. Здесь они срывают себя, значит, наружие. Респираторы пьют воду, курят, а там работают в бешеном темпе. Я показываю, ребята, что вы... Странное какое-то поведение у вас. Смотрите, здесь 5 ренген час, здесь аэрозоль, и здесь дышать без респиратора нельзя. Пойдемте внутрь, зашли мы внутрь. Там ноль фактически, чистый песок. Никакого излучения. Говорю, вот здесь вот вы можете отдыхать и прятаться. Но не снаружи. Удивляться можно глупости тех, кто эти идеи культивировал. Но надо признать, приехали не специалисты. Легасов специалист, радиохимик. Велихов вообще неизвестно специалист в чем. Но к физике реакторов и ко всем этим проблемам совершенно не имел никакого отношения. Мощи идеологической, пропагандистской, которой обладала Коммунистическая партия во времена Советского Союза, было достаточно для того, чтобы поднять народ на самые масштабные задачи. Не дадим располстись радиации. Не бойтесь работать в зоне. Мы привезли вам лучшую робототехнику. И показывают кругом роботы, которые там на крыше движутся. Правда, двигались они недолго. И быстро электроника их отказывала. И приходилось идти, и эти роботы оттуда вытаскивать, получая дозы. А потом работать лопатами. Их использовали для неквалифицированных, грязных работ. Причем условия и жизни, и работы у них были. И контроля за их здоровьем, и за облучением были, конечно же, хуже, чем у персонала станции. Из тех, с кем я в 1986 году работал, осталось, если осталось 30%, нет, 30% не осталось, 25%. На самом деле количество жертв исчисляется даже не тысячами, а десятками тысяч. Это и болезни детей от переоблучения щитовидной железы. Это множество проблем, связанных с работой кровеносных сосудов. Это ранние смерти, это изменение качества жизни. Везде, где лег радиоактивный след Чернобыля, везде отмечаются эти изменения. Но вот как раз ООН-то их вместе с Всемирной организацией здравоохранения не желает замечать. Потому что они связаны с атомным лобби. Атомное лобби – это не пустой звук. Поэтому владельцы этого бизнеса, безусловно, заинтересованы в том, чтобы на него не упала черная тень Чернобыля. Чернобыля.